Это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано, я есть. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю, мое сознание готово, мое сердце открыто. Принять неизменное, непорочное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда, навсегда, навсегда. Присаживайтесь, и пусть Господь сейчас будет это делать. Изменять нашу жизнь навсегда. Поэтому, продолжая тему преображения судьбы или как войти в свою судьбу, я хочу, чтобы мы с вами могли увидеть это на примере известного нам апостола Петра. И сегодня, прикасаясь немного к этой теме, потому что мы будем ее развивать в течение нескольких служений, но хочу, чтобы мы увидели, как эта судьба преображалась и менялась. Но сначала возьмем почти что итог его жизни, когда он мог делиться уже откровениями, полученными раньше. И Петр, он написал всего два послания, но они достаточно глубокие и пережитые им самим. Поэтому, просмотрев первую главу того, о чем пишет апостол Петр во втором послании, первая глава, я беру буквально с конца этого отрывка. «А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердо ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Два очень важных вывода. «В ком нет всего, тот слеп и закрыл глаза, о чем речь? Нам надо заглянуть повыше, но так поступая, откроется свободный вход и доступ». Если мы посмотрим, о чем идет речь выше, то там удивительные взаимосвязи, удивительные взаимодействия. И начинается это с того, что Петр пишет, «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Так много в этом старте. Симон Петр. Почему два имени? Почему он с этого начинает? Раб и апостол. Как бы два совершенно, ну почти что противоположных явления. И поэтому я хочу вместе с вами заглянуть вот на этот старт его судьбы. С чего началось преображение Петра в апостола. Как он из Симона стал Петром. И если мы с вами увидим эти закономерности, то тогда будет понятно, что наши глаза открывает, а что их делает слепыми. Мы этому уделили достаточно времени в предыдущих наших общениях и встречах. Но сейчас я хочу, чтобы мы увидели уже на практике преображенной нашей судьбы как характера. Потому что если характер изменяется, то мы входим в нашу судьбу. Если характер остается прежним, то мы остаемся там, где мы есть. Судьба проходит как бы параллельно. И каждый продолжает, может задавать себе вопросы, а какое мое призвание, в чем оно. На самом деле оно строится каждый день. И я предлагаю, чтобы мы сегодня с вами могли эти вещи как минимум начать видеть. Итак, предлагаю посмотреть, как был призван Петр. Первая глава Евангелия от Иоанна. Не все могут помнить, что Петр и Андрей родные братья. Но если внимательно читать, то это видно. И с одной стороны у Петра, когда он был Симон, еще Симон, потому что Петром он стал только тогда, когда его так нарек Иисус. А началось все с того, что его назвали родители. И назвали его Симон. И назвали его, по сути, трость колеблемая. Вот так это означало имя Симон. Но предыстория, как позвал Андрей своего брата, описана в 35 стихе первой главы. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. И Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, «Что вам надобно?» Они сказали Мураве, что значит учитель, где живешь? Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе, и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Вот здесь уже есть интересный момент. Мы не знаем, кто из них был старше, кто младше, но потребность чего-то большего у Андрея была, а у Петра нет. По крайней мере, приоритеты здесь разные. Андрей стал уже учеником Иоанна, а Петр продолжал ловить рыбу и быть рыбаком. У него, по всей вероятности, уже была семья, и он заботился о ней, но Андрей приносил ему какие-то свежие новости. И вот теперь он принес для него ключевую новость и говорит своему брату. Он первый находит брата своего, Симона, и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». Первая встреча кардинально меняет перспективу жизни Петра. Я знаю, кто ты, что ты Симон, у тебя есть колебания в твоей позиции, ты еще не определился, у тебя есть предыстория, потому что у тебя отец Иона, или в данном случае Симон сын Ионин. И вот этот отец, который тоже тебе передал некоторые характеристики, и ты с ними идешь по жизни, и вот эта встреча, которую сейчас мы с тобой имеем, она тебя изменит и преобразит и превратит в камень. То есть полная противоположность того, что было и что станет. Итак, мы видим, что Иисус начинает пророчествовать в жизнь, пока же, Симона. И тогда, когда это пророчество прозвучало, скорее всего, уже в сердце Симона от отклик нашли эти слова. Я хочу сказать, друзья, вы тоже можете посмотреть, кем вас называли до сих пор, как вас называли, и как Бог вас видит. Вот эту разницу мы берем на старте нашего движения. И если сейчас кажется, что это невероятно большая разница, по отношению тростника, который колеблется, и камень, там разница колоссальная. Но именно так стал Бог работать с сердцем Петра, и тем самым показывает, что то послание, которое он скажет впоследствии, то послание, которое потом приносит прозрение людям, оно должно сначала дать прозрение самому Петру. И нам Господь предлагает не просто знать, что мы призваны в его царстве, а самим продвигаясь помогать другим. Вот почему сегодня ему нужны не отдельно взятые люди, а армия делателей. Ему нужны сегодня те, которые знают, что кончина времени, как жатва, она потребует зрелости. И поэтому сегодня мы туда и направляемся, чтобы войти в полноту своей судьбы и быть преобразованными путями, которые Бог нам предназначил. Итак, следующий этап, когда Петр уже принимает решение оставить сети, пойти за Христом. Второй этап, когда уже Петр идет с Иисусом, и также уже с другими учениками, в Кесарию Филиппову. И там происходят некоторые интересные моменты, когда в этой Кесарии Филипповой очень много идолопоклонства, храма языческим богам, целый пантеон, и там происходит постоянно-постоянно приношение идолам каких-то жертв, и внимание уделяется иным богам. И почему-то именно туда приводит Иисус своих учеников и задает им вопрос, за кого почитают меня люди. Это уже Евангелие Матфея, 16 глава. Они сказали одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Быстро отвечает, быстрее других, и отвечает правильно, потому что в его сердце уже трансформация пошла. И дав такой быстрый и точный ответ, Иисус дает ему теперь уже новую характеристику. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин». Продолжает пока называть его Симон, сын Ионин. Ты еще станешь камнем, но сейчас ты в этом процессе, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Итак, друзья, с чем мы столкнулись в этой ситуации? Без личного откровения наши судьбы не будут изменяться. Личные откровения, полученные прямо в дух, это то, что делает нас новыми по качеству, новыми по целеустремленности, новыми по ценностям. И потому Господь предлагает нам сегодня это взвесить. Есть ли у меня те откровения, на которые я опираюсь, могу сказать, а в моей жизни произошли уже кардинальные изменения. В мою жизнь уже пришли те перемены, которые раньше я сам сколько бы ни пытался. Они были мизерными шагами, но сейчас есть изменения. Поэтому личные откровения приводят нас к преображению. Личные откровения меняют наши направленности. То есть если шли в одном направлении, резко можно повернуться назад или в другую сторону, тогда, когда Бог тебя координирует. Как вы знаете, в моей жизни это произошло в 12 лет, и поэтому я могу сказать, что это на самом деле то, что изменило полностью мои приоритеты, мои ценности и вообще дало войти в собственное призвание и в судьбу. И поэтому я желаю, чтобы каждый из вас мог задать этот вопрос Богу. Господь, а где у меня те камни, на которые я могу встать, которые сделают меня камнем живым и откровения свыше позволят мне преображаться? Потому что что хорошо, что плохо, люди это слышат и знают, но силы делать правильные вещи у многих не хватает, особенно в критические моменты ночи, когда тьма густеет, и тогда у человека силы куда-то исчезают. Поэтому связь с этими откровениями, которые ты лично получаешь, они приводят к прозрению, к пониманию того, что надо менять в своей жизни. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её». Мы уже как-то говорили, и не один раз, что камень, на котором он строит свою церковь, это не просто имя Пётр, а это камень откровения личных взаимоотношений и сути, кто есть Христос. Вот тогда, когда мы понимаем, что его суть настолько масштабна, настолько величественна и могущественна, то у меня не будет маленький Христос, рождённый в яслях, а у меня будет воскресший Христос на сцене моей судьбы и моей жизни. И ориентируясь на Него, поднимаясь туда, я действительно могу там оказаться уже тоже похожим на Него. Да коли не изобразится в вас Христос, молился апостол Павел о галатах. Он и сегодня это хочет делать Христос с нами, чтобы в нас он изобразился без искажения. Поэтому он делится после откровения с Петром властью. Я даю тебе определённую власть и дам тебе ключи Царства Небесного. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Кто из вас, посмотрев в свою руку, может сказать, у меня есть ключи от Царства Небесного? Это очень ответственно. И таким образом, если они есть, и ты понимаешь, что у тебя есть откровения о ключах, то насколько ты часто ими пользуешься, чтобы открывать дверь для людей, которые ещё не имеют Царства. И это не просто навязывание каких-то истин, как тебе кажется, что ему надо их услышать, а это открыть ключом доступ к свету, чтобы он это увидел. И поэтому, прежде чем ты идёшь говорить людям, своим работникам, сотрудникам, либо близким в своей семье, пусть Господь даст тебе понимание, что верой ты можешь открыть для Него дверь и сказать, Господь, в моих руках, как в руках Петра, есть ключи от Твоего Царства, чтобы вводить туда людей. Он не дал нам ключи от ада, Он их оставил у себя, а у нас ключи от Царства, чтобы мы туда вводили людей. Поэтому это не просто благовестие, а это власть с ключами открывать дверь. Поэтому применяй, и пусть это откровение начнёт работать в твоей жизни. Но если не преображается внутренность самого человека, то не будет преображения и вокруг нас. Поэтому слова говорить можно, но если они не изменили тебя, они не стали камнем в твоей жизни, основанием в твоей жизни, они не изменят и других. И поэтому сегодня мы только прикоснулись к старту того, кем был Пётр, и вот процесс пошёл, двинулся. Но впоследствии мы посмотрим ещё его некоторые этапы жизни, на мой взгляд, очень ключевые и важные. Но сейчас я хотела бы опять вернуться к тексту послания Петра, чтобы мы увидели ещё несколько стихов и пожили с ними в течение недели. «Как от божественной силы его даровано нам всё потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благостью, то вы, прилагая к сему всё старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбие – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет всего тот слеп. Закрыл глаза, забыл о почищении прежних грехов своих». Сейчас я не ставлю задачи рассмотреть все эти этапы, мы будем постепенно там шагать, но я хочу обратиться к первой части. «То вы, прилагая к сему все старание, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей». Итак, друзья, здесь не идет речь о вере бабушки, мамы, папы, дедушки, пастора, друга, наставника. Покажите в вере вашей. Значит, идет речь о личной вере. Какова вера, и из чего она складывается, и вообще во что мы верим? Исходя из того, что предлагает нам показать в вере нашей последующие, преображенные качества нашей личности, идет речь о том, что все остальное, чтобы мы стали делать без этой шапки, без веры, то все остальное, оно не приносит нам нужного плода, потому что должно исходить из веры. Если покажите в вере вашей добродетель, то давайте мы уберем веру, а добродетель оставим. И как много сегодня людей, которые сострадательны, которые действительно что-то могут делать доброго, и считают, что это уже достаточно. На самом деле нет. Покажите в вере вашей. И вот если есть вера, то нам будет что показать. Если есть просто теоретические какие-то вещи, я знаю одно или другое в теории, то это не вера, а это просто информация. И вот в этом ключе я хочу, чтобы мы сегодня с вами пожили, побыли, позадавали вопросы. Господь, а какая вера у меня? Какая она? Что в моем сердце сегодня уже преображено верой? Покажите в вере вашей. Мне что-то надо показать, мне что-то надо принести и самому-то увидеть, есть ли что-то верой уже приобретенное. Друзья, это вызовы, которые Бог сегодня нам делает, потому что Он хочет нас вести дальше, а значит, открывает глаза на старте самого главного, что есть вера, какая она во мне, и что она уже во мне изменила, что я могу показать, исходя из этой веры. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы с вами были зрячими, чтобы мы с вами понимали, что вера – это не абстракция, это конкретные вещи, и об этом вы еще услышите сегодня, а также в следующий раз мы продолжим говорить об этапах преображения как своей собственной личности, так и тех, кто был до нас. Чтобы Петр имел авторитетность сказать такое слово, он сам шел в прогрессирующем прозрении. И вот эти этапы прогрессирующего прозрения, они важны для нас также. Поэтому я хочу, чтобы мы не остановились ни на одном из них, а продвигались дальше и больше. Потому что нам предлагается показать в вере наши конкретные плоды, конкретные результаты. И в связи с этим, когда мы читаем еще такую фразу «прилагая к сему все старания», насколько это сильно по тематике, сильно по словам, «все старания к сему приложите, чтобы показать», значит, это не будет даваться легко. Поэтому не будем себе, давай так скажем, расслабления в том, что это у нас легко получится. Но с Богом, конечно, получится. Главное приложить усилия, сфокусироваться. Я хочу, чтобы вы сегодня в этом продвинулись, хотя бы на один шаг дальше. И в течение недели об этом молились, задавали Богу вопрос, а где я, Господь? Какая у меня вера? Какая мера этой веры? Что я уже могу принести и показать тебе, что я могу увидеть сам через мою веру, какие изменения пришли? Потому что я хочу получить преображение моей судьбы, войти в полноту моего призвания. Да поможет нам в этом Господь. Друзья, это только вводная часть, это только старт вхождения в эту тему. Благословений вам и до встречи. А сейчас давайте и совершим короткую молитву, на то, чтобы наши сердца расширились. И Господь позволил в течение этой недели получить от него откровение. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что могу молиться вместе с народом о том, чтобы сознание просвещалось, чтобы разум не оставался на прежнем уровне. Я прошу Тебя, Господи, чтобы мы не жили в иллюзиях, что у меня есть полноценная вера, если там еще пока нет полноценных плодов. Поэтому я благословляю каждого человека этим осмыслением при Твоем откровении. Дай Господь этому откровению прийти и в дух, и в душу, преображая образ жизни. Я благословляю Тебя быть пастырем нашим, Тебя быть тем учителем, который занялся Петром и привел его к полноценной любви, к способности ясно видеть и помогать другим приходить к прозрению. И мы принимаем от Тебя этот опыт, оставленный на страницах Священного Писания. Благослови нас, Господь, как прозрением, так и способностью помочь другим увидеть ясно, где нахожусь и куда направляюсь. Да будет так. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Добрый день всем. Ольги Дмитриевны вроде со нами нету, но всех накормила. Молодец. У меня стояла такая задача. Посвидетельствовать, а до этого немножко поговорить о своем понимании веры и сказать некоторые размышления по тому стиху, что Ольга Дмитриевна прочитала. Начну я с некоторых вопросов. Они могут быть для кого-то риторическими, для кого-то я все-таки хотел, чтобы они задумались. Кто определяет, принесем мы в 30 крат, в 60 или в 100? Сами. Либо Господь, правильно? Я не знаю правильного ответа, но мы сейчас с вами поразмышляем. Может быть, мы его найдем. Однажды, прежде чем поехать в Америку учиться, моей подруге сказал Господь такое слово, что если ты хочешь построить большое служение, большой дом, то тебе нужно выкопать очень хороший фундамент, поставить хороший фундамент, чтобы на этом фундаменте мог подняться дом моей славы. И перед ней стоял выбор ехать учиться на один год, на два или на три. И она понимала, что для нее это вызов. В конечном итоге она отучилась три года. Сейчас она находится в своем призвании, она служит своему ребеночку, живет в Австралии и там служит всем людям, кто есть вокруг нее. Я отучился год. Не смотрите на это строго. Я хочу поговорить о вере. Вера это хорошо или плохо? Хорошо. А вы все знаете, что бесы тоже веруют и трепещут. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, как-то нейтрально. Вопрос, во что мы верим? Тут уже так, немножко посомневались, да? Хорошо ли вера? Вера Божья, это, конечно, хорошо. Давайте мы тогда будем смотреть, во что мы верим. Еще один вопрос. Хорошо ли, когда наша вера испытывается? Хорошо, но почему-то все избегают этих испытаний. Все мы хотим, чтобы люди вокруг нас исцелялись, чтобы мы за них молились. Но много ли вы подходите к людям, чтобы за них помолиться? Часто ли мы подходим, когда человек идет на костылях и спросить его, как вас зовут, можно я помолюсь за вас? Почему мы этого не делаем? Мы боимся, что наша вера не пройдет испытания и что-нибудь не получится. То ли он так дальше пойдет, нам станет стыдно, потому что мы же не можем исцелить и так далее, и так далее. Я думаю, каждый из нас это испытывает. И я это говорю не к тому, чтобы похвалиться, что я подходил и молился за людей, кто-то исцелялся, кто-то нет. Я это хочу сказать к тому, что мы все знаем, что фитнес — это хорошо, что заниматься, давать нагрузки телу обязательно, потому что наша работа обычно заставляет нас сидеть на одном месте, и мы начинаем толстеть и тем самым не ухаживаем за своим телом. Фитнес — это хорошо, но кто из вас ходит на фитнес? Ну, 10% максимум. Та же самая вещь с верой. У нас есть вера, мы все знаем, что ее нужно качать, ее нужно поднимать, но кто из нас ее качает? Как это делать? Кто знает? Молодцы! Те, кто качают, слава Богу. Иакова, на мой взгляд, послание Иакова очень сильно сопряжено с вторым посланием Петра, о чем говорила Ольга Дмитриевна. И в самом начале, вы помните, с великой радостью принимаете, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение и так далее. На мой взгляд, здесь ключевое слово — испытание вашей веры. Когда мы с великой радостью принимаем то, что наша вера испытывается, мы будем хотеть этих испытаний, мы будем хотеть, чтобы она росла. И сразу после этого отрывка там идет такое дополнение. Если же у вас не достают мудрости, да просят у Бога. Какая взаимосвязь между верой и мудростью? Вопрос в том, что мы часто знаем что-то, но это не используем. И дальше там говорится о том, что человек сомневающийся, пусть даже не просит. Потому что он как волна поднимаемая и развиваемая. Я хочу сказать, что наша вера должна быть нашей. И когда во второй главе Якова говорится «Покажи мне веру без дел, а я покажу тебе веру из дел моих», можно предположить, что вера без дел — это чужая вера. Потому что собственная вера будет как-то проявляться. И я хочу задать вам вопрос. Проявляется ли ваша вера в делах? Каждого она может проявляться по-разному. И в этом есть мудрость, чтобы эти дела, они с каждым днем становились все более и более, проявлялись сначала для себя, потом для окружающих, своей семьи, а дальше для всех остальных. И чтобы слава Божья становилась видной для всех. во втором Петра там говорится, что от божественной силы даровано все необходимое для жизни и благочестия. Эта фраза, мне кажется, она не совсем понятна для сегодняшнего ума. Что значит «для жизни и благочестия»? В Иакова говорится в конце, в первой главе, в 27 стихе, «Истинное благочестие, угодное Богу, выражается в заботе о сиротах, о вдовах и сохранении себя неоскверненным от мира». Прям ответ. Вот если посмотрите, возьмете второе послание Петра и возьмете Иакова, вы прям будете видеть, как будто они друг друга, что ли, комментировали. Возвращаясь к второму посланию Петра, нам все дано необходимое для жизни и благочестия. Что же дано? Нам даны обещания от Господа. Я буду своими словами передавать, потому что синодальные немножко грузят. Господь дает нам обещания. Когда мы в них вникаем, мы начинаем Ему больше доверять. Приведу простой пример. Как у вас растет доверие друг к другу? Допустим, я пообещал, что завтра вам принесу не важно, что подарок. Я вам его принес. У вас выросло доверие ко мне, правильно? Я пообещал, я сделал. Если я обещаю, что я завтра что-то выполню, и я это выполняю, у вас растет ко мне доверие. Господь хочет, чтобы у нас выросло доверие к Нему. И что Он делает? Он нам наобещал целую Библию. Он наобещал нам кучу всего, что мы будем иметь, если мы будем делать это, и что мы будем иметь, если мы не будем делать этого. На мой взгляд, все настолько логично и просто, если мы открываем второе послание, где говорится, от божественной силы нам даровано все необходимое для жизни и благочестия через познание призвавшего. Наша суть познавать его через его обещание. Познавая его, научаясь доверяться ему, мы начнем владеть силой. И дальше там говорится, что мы станем сопричастниками божественного естества. то есть цель этого всего, это чтобы наша жизнь стала похожей на Божью природу. Все мы знаем, что Бог является отцом сирот, правильно? Ну, все это слышали, наверное. И как раз о благочестии говорится, что это и есть помогать сиротам и вдовам. Не понимаете, да? Божье естество быть отцом для сирот. И Он нам говорит, когда вы будете похожи на Меня, вы будете им служить. То есть наша задача стать как Он. И все это очень сильно сопряжено с верой. Проверяем, наша вера или вера родительская, она начнет трястись. Она будет потрясена, после чего, когда мы понимаем, что после этого кризиса у нас появилась наша собственная вера, мы хотим ее увеличивать, мы хотим ее раскачивать. Мы начинаем изучать Слово Божие, где написано обещание. Почитай Отца и Мать и будешь долголетен. Начинаешь это обещание использовать, начинаешь почитать Отца и Мать, начинаешь получать некоторые ответы, некоторые последствия. И в этом есть мудрость, в том, что, почитая Слово, вот в Яково, в первой главе говорится дальше, поступайте согласно Слову, а не просто внимайте Ему бесцельно. Блажен, кто внимательно изучает закон Божий и ведет себя согласно Ему, применяет на деле, а выслушав, не забывает. Проблема в том, что каждый из нас много знает. Практически каждого из вас я могу спросить, и вы мне ответите правильные ответы. Но делаем ли мы то, что мы знаем? Это и есть мудрость. И допросим мы мудрости у Господа, и дастся нам просто и без упреков. И свидетельство мое такое. Поехав учиться в Америку, у нас были миссионерские поездки в Мексику, куда мы приехали, команды 26 человек. Вот поймите, мы зеленые, мы не знаем, как молиться, мы не знаем, что делать. И перед нами огромные вот такие глаза, которые жаждут от нас того, что у нас нет. К нам подходит наш пастор и говорит, поймите одну простую вещь. Мы приехали из церкви Вифиль, где есть пастор, где есть покров. Если вы его уважаете, если вы его почитаете, если вы его слушаете, его помазание стекает на вас. И неважно, сколько времени вы провели в молитве или еще что-то, просто помазание на вас стечет. Сейчас просто идем служить людям, и поверьте, тут не ваша заслуга, там тут Божья, и вашего покрова. И то, что там происходило, это было чудеса. Мы прикасались и к слепым, и к хромым, и ко всяким разным, и мы вечным, и люди бегали, прыгали. Это не было всегда вот так вот, но это говорило о том, что помолившись раз, всегда было по-разному. Ты спрашиваешь у Бога, что делать прямо сейчас? Потому что, если ты надеешься на себя, ничего не произойдет. Первый раз ты помолился, руку возложил, человек исцелился, ты кладешь на второго, он не исцеляется. И тут же вопрос, что делать? Ты начинаешь слушать Слово Божие, и Он тебе говорит, попроси помолиться Его Сына. Ты зовешь Сына, Он молится, и тут же человек исцеляется. И ты постоянно на этой связи. И тут нет ничего нашего. Вопрос в том, что есть доверие, которое Господь хочет в нас выстроить, чтобы постоянно смотреть, что Отец творит на небесах. Я хочу, чтобы каждый из вас занимался своей верой, чтобы вы могли наслаждаться плодами, которые Господь приготовил, для вас. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Я живой свидетель, что наш Господь Ягова Рафа. Это случилось в моей семье два года назад. Сначала моя младшая сестра Марина позвонила, что болит спина. Ей делали обезболивающее. И в мае и в мае шестнадцатого года она позвонила и сказала, что она умирает. Это тяжело, когда твои родные в таком состоянии. но я ей сказал по телефону, подожди, умирать, давай помолимся. Веры было очень мало. был страх. Когда приходит страх, то вера куда-то девается. И знаешь, что вера от слышания, от слышания от слова Божия, мы стали по телефону перебирать, какие слова нам подарил Господь для того, чтобы мы исцелялись. Конечно, Исайя 53, 3,5 Иисус понес немощи и болезни, ранами его мы исцелились. Повторяя за мной, Марина не знаю, насколько верила, но она повторяла. Первое Петра 2,24 Сам Иисус Христос телом своим вознес ко древу всякий грех и она каялась за все грехи. Мы много людей прощали. Прощали мужа, который ушел из семьи. Прощали директора, заучу, она работала в школе. Многих прощали. И все время повторяли золотые слова от нашего Бога. что если будем слышать голос Бога, делаем благоугодное перед его очами, это исход 15,26, то он не наведет тех болезней, которые навел на Египет. Потому что он Бог-целитель. И вера возрастала. И удивительным образом нашлись люди, которые помогли в онкоцентре в Краснодар практически за короткое время провести обследование. Выяснилось, что рак четвертой стадии, что метастазы в легких, позвоночнике, что неоперабельная. Но вера-то возрастала. Назначили химиотерапию. Марина облысела, потому что красная химия самая жесткая. Удеваться. И потихонечку исцеление приходило. Не сразу. Тогда, когда она не могла читать Библию, она включала, ей записала молитвы. И Слово Божие, она слушала. И в молитве согласия с младшим сыном каждый день они молились за исцеление. Прошло буквально четыре месяца, и она в декабре шестнадцатого года вышла на работу. Я упустил один момент, когда было тяжело, когда в ее сердце был страх, я ее попросил за собой повторить, что если Иисус тебя исцелит, ты будешь в церкви свидетельствовать. И вот, когда мне сообщила, что она выходит на работу, что она уже нормально себя чувствует, она уже может даже убираться дома, что-то готовить, живой человек. Я говорю, ты помнишь, обещала? Она, да-да, я сдержу свое обещание, я приду в церковь. И потом она звонит, говорит, я уже десятые сутки не сплю. Я говорю, иди в церковь. Она пришла в церковь, свидетельствовала, и тут же сон восстановился. Удивительным образом. В прошлом году, накануне начала учебного года, она не сказала комиссии, что она инвалид второй группы, прошла обследование, анализы, клинические крови и так далее. И вывод комиссии, что она абсолютно здоровая. Аллилуйя! Сейчас она работает в двух школах по совместительству. И в церкви начала участвовать в репетиции в прославлении. Слава Богу! Я хочу сейчас помолиться, потому что чувствую, Господь хочет исцелить у кого-то больные вены. И вообще сердечно-сосудистая система, сейчас у кого часто болят ноги, положите свои руки на ноги и представьте, что Иисус здесь и Он царствует. Господь, спасибо Тебе, что Ты Его Варафа. Мы благодарны Тебе за все, что Ты нам даешь. Мы благодарны Тебе, что Ты такой любящий, такой чудный Бог. И просим Тебя во имя Иисуса Христа, как написано в 14 главе Атеана, чего не попросите у Меня, говорит Иисус, я то сделаю. Иисус, во имя Иисуса Христа, открой сейчас небесные окна, чтобы прямо сюда, в этот зал, излилась исцеляющая сила, которая прямо сейчас входит в артерии, в вены, в капилляры и очищаются, сосуды становятся эластичными. Господь, исцели. А всякий дух гипертонии, всякий тромбофлебит, мы изгоняем Тебя вон во имя Иисуса. Исцели. Исцели всю нашу внутренность, Господь, Ты все можешь. Ты великий, славный Бог, Ты отвечаешь на веру. Господь, и вера наша возрастает, потому что Ты способствуешь этому, Иисус, очисть сосуды, исцели. И восстанавливается сейчас обмен веществ. Господь, восстанови обмен веществ, чтобы все процессы были правильные. А кому-то надо изменить ДНК там, где есть информация в молекулах о болезни, да будут стерты вся информация о болезни. Господь, замени эти фрагменты ДНК на новые, в которых нет информации о болезнях. Иисус, спасибо Тебе. Ты так благ. Ты такой любящий. Ты такой классный мой Бог. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты всегда рядом, что Ты готов помочь. Ты откликаешься на просьбу вопиющих к Тебе верующих людей. Господь, укрепи нашу веру. Укрепи, Господь, чтобы мы от чистого сердца стремились возносить самые лучшие слова Тебе, хвалу великому Богу. Славься, славься, во веки веков чудный, прекрасный, замечательный наш Бог. Скажи Аллилуйя! Аллилуйя, Господу! Слава Тебе! Аминь! Слава Богу! Вот представьте себе ситуацию. Иисус Навин подошел к земле обетованной с народом еврейским и говорит, Господи, Ты дал нам эту землю. Эта земля уже принадлежит нам. Эта земля, которую Ты нам дал. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты нам дал землю и мы уже этой землей владеем по Твоему слову. Аминь! Вот скажите, пожалуйста, что в этот момент произойдет? Провозглашение это хорошо, когда мы провозглашаем, это мы выдаем желаемое за действительное. Но есть то, и о чем говорила и Ольга Дмитриевна, что нужно дальше двигаться, дальше этого. Смотрите, опять же, когда мы приходим, Кирилл говорил про фитнес, когда мы приходим на какие-то тренировки, и особенно спортсменам, и с каждым спортсменом есть тренер, который тренирует. И для чего это надо? Потому что сам себе все время можешь дать поблажку. Дать себе, ну вот здесь ладно, ну хватит уже. А тренин говорит, давай, следующий круг, ты уже на последнем, я говорила, и на комнате исцеления занималась альпинизмом в свое время, и уже ты не можешь на пределе сил ходим на этих руках, там по залу, первый круг, второй, третий, чтобы мы могли подтягиваться, чтобы мы могли лазать по стенам, по канатам, и вдруг в какой-то момент ты уже чувствуешь, не можешь, а он говорит, иди, еще один круг, еще ты можешь, иди, еще один круг, и ты пошел, и прошел, потому что вот что-то такое тебя толкает, тебе не дают остановиться, и так и Бог нас тренирует, чтобы мы не остановились, потому что мы можем дать тебе поблажку и сесть и что-то не сделать. Вы знаете, вот буквально недавно я слышала, я так слушаю, что там говорят и врачи, и мне это очень интересно, например, доктор Бубновский, он говорит, лучше всего приседать и отжиматься, и ходить. И вот я хожу, я хожу, молюсь, и приседаю по утрам и отжимаюсь, но в 5 утра я не знаю, кому хочется приседать и отжиматься, я уже отжимаюсь 25 раз, приседаю 35 раз. И вот, значит, вдруг в какой-то момент боль в колене. Причем такая боль, но она у меня периодически бывала, и тут я уже понимаю, что мне даже по лестнице больно подниматься, и все, и утром встала вот с этой болью и хочется себя пожалеть. И тут понимаю внутри что-то, встань и приседай. Я подошла, ну, там к стулу, надо, чтобы ноги были прямо, чтобы пятки не отрывать, и начинаешь приседать. Начинаю приседать, не очень так, но больно, через боль. Знаете, многие вещи преодолеваются в нашей жизни через боль. Через боль приседая, присела 20 раз, пожалела себя и пошла. Потом думаю, нет, я решила 35, я уже могу 35. Вернулась назад, на место, но я себя смотрю, чтобы спину не выгибать, правильно приседаться. доприседала до 35 раз. Вы знаете, ну, дальше стала собираться там на работу, всё. И вдруг, идя на работу, я понимаю, что у меня коленка полностью, вообще не болит. Как будто боли и не было. То есть, через какое-то преодоление мы в своей жизни начинаем что-то менять. Одного провозглашения, хорошо провозглашает. Что такое вера? Вера, когда, как убеждение, это хорошо, но этого недостаточно. Бог верен, и Он говорит о том, чтобы была верность. Вера без дел мертва, вера без верности мертва. Верность чему? Какие дела? А это то, что Бог нам дал, своё слово. Это Божье учение и наставление. И то, как надо поступать, там всё записано. И только тогда, когда ты будешь поступать по слову, тогда твои слова, они начнут уже работать в твоей жизни. И смотрите, когда пришла в церковь, мне очень хотелось, чтобы моя семья тоже узнала Бога. Ну, чтобы муж был. А муж был далеко от Бога. И ты ходишь, ну и ходи, ну и ладно. А хотелось, чтобы и он был. И меня всё время спрашивали там, как муж твой, я говорю, мы будем с ним служить вместе. Но до этого было далеко. Единственное, что мужу я ничего не говорила о Боге, и сыну не говорила о Боге, я только их благословляла. Благословляла. Мне сказали, благословляя стоп и ног их каждый день, чтобы они шли по правильному пути. И я стала это благословлять. Единственное, что говорила, вот у меня есть время, когда я молюсь или читаю, вы мне не мешаете. Или хотите, будьте со мной. В результате были моменты, когда, знаете, до слёз, но вставала над собой работать. Стала над собой работать, потому что иногда есть стереотип какой-то поведения, который сложился за многие годы. И вот в какой-то момент ты перестаёшь разговаривать, обиделся, в какой-то момент, например, сказал какие-то слова, и здесь начинаешь над собой работать. Вот просто вот это место завязало, чтобы никакое гнилое слово ни в адрес мужа, ни в адрес сына, своей семьи, как бы я расстроена ни была, не слетало. Следующий момент. Когда, что бы мне про него не говорили, я говорила, мы будем служить вместе. Ревуну говорю, служить будем вместе. Вы знаете, в результате прошло небольшое время. И когда мы, первая наша группа, которая была у меня дома, и был на этой домашней группе муж, и были там ребята, и кто-то, я не помню, по-моему, Саша Сауткин спросил, говорит, Витя, а ты-то как пришёл к Богу? Он показывает на меня пальцем, говорит, она изменилась. Понимаете, вот в нашей жизни вера без верности Богу мертва. И следующий момент. Вы знаете, пришла женщина к нам, привезли её с Украины, и в общем-то ей грозила пожизненно психиатрическая клиника. Её хотели сдавать, у неё детишки маленькие, но она не могла уже с ними там быть, и лежала уже в клинике, её хотели туда отправить уже на пожизненное. И вдруг услышали про нас, про нашу церковь, про команду энкаунтеровскую, и, значит, привезли её сюда. И мы встречались, и муж мой встречался, и я встречалась с ней несколько раз, встречались, и вначале ничего, знаете, сложно молиться, когда ты не видишь никаких изменений. И вдруг, в какой-то момент Бог говорит, а ты через эмоции. И мы с ней пошли по эмоциональной, такой вот, просто затронула. Первое, что сделала, сняла у меня украшение, было одела на неё, и мы пошли с ней в зеркало смотреться, какие хорошо, какая она красивая. И в результате какие-то движения, какие-то вот стали в ней проявляться. Понимаете, какие-то эмоции. И я уже говорю её сестре, я говорю, слушай, у неё пошёл процесс. Она, да ничего не вижу, как было, всё так и есть. Я говорю, да есть этот процесс. В результате молились, и этот человек вернулся абсолютно здоровый к себе. Она потом на ночные стала приходить. Потом Витя ей подарил картину, где какой-то тёмный такой лес и луч солнца как прозвает. И вдруг, когда она вернулась назад, удивительно другое. она приехала туда совершенно полноценным человеком. И верующие люди, которые были в деревне, в этой, они говорят, ты где лечилась, где тебя, где тебя лечили? Она говорит, я молилась. Да ладно. Неверующие люди говорили, надо же, как помогла молитва, и как помог Бог. Понимаете, вот такие вещи в нашей жизни происходят. Поэтому, насколько серьёзная вера без верности мертва. И я призываю, чтобы мы не только ограничивались нашим убеждением, как верой, не только ограничивались нашими провозглашениями, потому что так много слышишь. Я провозглашаю, я говорю, я утверждаю свои жизни. А ничего не меняется. Понимаете? Но, наверное, необходимо ещё, кроме того, что ты утверждаешь, говоришь, ещё и поступать. Потому, как ты утверждаешь и как ты говоришь, именно в этом Бог нас тренирует быть верными. Он нас дивный тренер, чтобы мы были победителями в своей жизни и прошли эти тренировки. Поэтому давайте сейчас просто помолимся и поблагодарим нашего Господа. Господь, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, любимый, благодарю Тебя, чудный, благодарю Тебя, дивный, за то, что Ты царствуешь, за то, что Ты нас любишь и в любви своей Ты дал нам Слово Своё, чтобы мы следовали за Тобой. Я благодарю Тебя, Господь, драгоценный, за то, что Твоя верность, независимо от того, что мы делаем, как мы поступаем, но Ты верен, Ты дал Слово Своё, и Ты верен и не отступаешь от этого. Господь, я благодарю Тебя, что Ты царствуешь, и я молюсь о том, чтобы Царство Твоё, оно было внутри нас, не только на словах, но чтобы это было нашей сутью, во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь о том, чтобы мы были теми людьми, которые меняют атмосферу, и когда мы приходим, куда бы то ни было, чтобы эта атмосфера менялась, потому что Святой Бог внутри нас. Я благодарю Тебя, Господь, за всё, что Ты делал, и утверждаю все те молитвы, все чудеса, которые уже произошли в нашей жизни, и да будет, Господь, народ Твой подниматься в вере и в верности Тебе, и в верности Слову Твоему. Благодарю Тебя, любимый, благодарю Тебя, сущий, благодарю Тебя, безначальный, и досветится имя Твое в наших жизнях, досветится имя Твое в наших семьях, досветится имя Твое в нашей стране. Благодарю Тебя, драгоценный Господь, во имя Иисуса Христа, в Духе Святом. Аймим! Аймим! Субтитры создавал DimaTorzok